Я хотел негатив сказать. Ну, говорите, говорите. Ну, зачем? Куда я попал? Нет, ну, а что? Ну, это если не делать то, что положено. Конечно, в огню гореть не пустили, да? Да, там разогнали. Мне остановили колонну, сказали спасибо, до свидания. Разогнали. И, а у вечного огня там неизвестно кто там. Войска стоят там. Ну, в прошлом году так и было. Тоже стояли по запрошенным стоят. Потом разрушили все. Да, потом все подхали. А что, в этом году не пустили? Нет, потом уже пустили вот по третьей полосе. Ну, это в конце все. Там ничего не видно и даже не слышу, что там говорят. Даже динамики не вывели. Так, уходь бы там дополнительные эти... Что, давайте сфотографируемся. Давайте, давайте. Про дедушка ваш отец, а это ваша внучка. Это мой отец, а ее дедушка. А, дедушка, да? Ага. И где он был? В Германии. Английском. Да, до Германии дошел, живой вернулся, все, да. Ну, вот. Ну, потому что вы-то молодо выглядите, значит, вы уже... Соединяем свой потом военный полк. Военный. Да, к сожалению, у меня никто не вернулся. Четыре человека, все там погибли. Все. Вот. Ну, он молодец. Значит, помнит, все знает. А в жизни полк. Вот этот полк проходил бессмертный. Замечательно. 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 А то люди жалуются, куда-то что-то не пустили, нет? Нет, очень много людей. Очень много людей было, все нормально, да? Ну, и молодцы. Молодцы, да. На следующий год пойдете? Обязательно. А, ну, хорошо, удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Замечательно. Да. А давайте всеми... А вы можете вы нас сфотографировать? Я не только сфотографирую, я и кино про вас сниму. Рассказывайте про своих героев, что делали. А куда? А в группе размещу. Есть группа, есть. Где-где в Караганде. Если одноклассники знают, что это такое. Смотрите, вот этот Кочуров Иван Павлович, он дожил до 92-х лет в Караганде. Жил в Курске. Дедушка. Жил в Курске и был железнодорожником. Когда шли немецкие эшелоны, они взрывали мосты, чтобы враг не прошел. А потом быстренько восстанавливали. То есть вот такой вот он был молодец. А Феодор Петрович, он жил на Украине, защищал Одессу, был очень ранен очень сильно. Был инвалидом потом. И был в плену. Пять дней за это, конечно же, его не наградили никакой медалью. Но я думаю, что главное, что он остался жив. Да, вот это главное. И факт тот, что он родился тем, что он Одессу защищал и вместе с ним не освободил. Спасибо вам большое. Вам спасибо, что вы рассказываете про героев. Это вот моего мужа, он летчик-иссеребитель до Кенигсберга долетал. И двоих даже сбил. Двоих. Ну это, конечно... Ну это герои, потому что это вообще-то редкая, скажем, военная профессия. Это профессионалы настоящие. Он алматинец, и они тогда 28 памфиловцев все собирались. Каждый год там, конечно, в парке. Все. Это было, конечно... Вот у них все приемы. Бабушка, моей мамы, мама, ее брат, герой Советского Союза, Федор Ульянин наш. Ульянин, знаем такого там... Это его братья, тоже они все братья. Василий пропал. Правнуки сейчас святые туда. Да, ну молодцы. Вот это замечательно. Вот это замечательно. У меня, к сожалению, никто не вернулся. Четверо ушли. Песни после прохода и свернуем полку. Полка. Вот так, около вечного огня. Может, сначала и не пустили, но теперь, пожалуйста, идите. Разлагайте цветы, кланяйтесь нашим победителям. Как-то вот так вот запечатлеть вечный огонь. Ну, что символичный, в принципе. Аллея карагандинских героев Советского Союза. Что и с этой стороны. Люди не расходятся. Уже 12 часов. А вот что-то держат. Не потому, что их кто-то специально сюда собирал. По зову, сердце, память. Продолжение будет в парках. И салют вечерний. Песни поют. Фотографируются. Это действительно народное. Праздник. Настоящая победа. Есть чем гордиться. Академия. Продолжение следует. Академия. Академия. Продолжение следует...